привет ребята ребятончики видите даже сигареты да пусть банят не пофигу если честно сейчас 6 утра 26 на 2 20 22 итак смотрите какая фигня сейчас последняя ситуация бои там в киеве я учиться читал там кремлеботы какие-то не мечтал 12 ночи писали киев там 4 утра уже будет наш что значит будет наш но это во-первых киев ребята это город и хотите вам расскажу вообще по факту что такое бои давайте сейчас вкратце смотрите вот мне еще тут это сейчас вот новости да я вам открою раскомнадзор начал замедлением трансфика facebook зеленский заявил об ожидании штурма киева это ночью но это старая новость не бензин назвал антиройной да мне вообще все равно минобороны россии военные вошли в украинский город мелитополь без сопротивления смотрите вот дальше по на по новости по этой вечером в пятницу российские военнослужащие вошли в город ща подождите мне больше понравилось что встречали специальные операции что убрать новость дальше там встречали пенсионеры с красными флажками суть не в этом а значит напоминает еще по факту да если эту историю изучал куда военные вошли вообще вот без боя правильно а помните вот война с наполеоном когда было там что же без боя не вошли и потом еще и дальше ты их но и ушли а тут потом но тут то дело в другом прячь такой город я вам сейчас дальше еще вкратце еще хоть что интересно расскажу когда боевая техника да вот она стоит допустим там на полях там еще на чем-то там то есть ну понятное дело война 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 обед по расписанию ну суть не в этом и вот они стоят видно от противник а вот ты и вот твое вот окружение которые вот вам задачу поставили надо короче там вот это все сделать но тут загвоздка то в том то что когда в городе это абсолютно абсолютно другая хрень как авиация может там город но она бы понятное дело она может поддержку вести с воздуха но она же не может быть живому дома стрелять тем более человек стреляет с третьего этажа ракета ты она же не попадет именно там в третий этаж там квартиру номер 24 а с крыши бомбить понимаете вот допустим ланка дома там большие да вот как собираешься понастроил эти многоэтажки их даже прости проще пух и прах разносить да чем когда у пятиэтажные дома они растянута население там мало то есть огромное количество ну то есть сверху видно вот дом там допустим там 20 там квартир я не знаю там хорошо 40 квартир население с гулькин хрен да там допустим присутствует там ну и не знаю там если с эвакуируем там 20 человек там а дальше ну и чё его такой дом блин я не знаю там на на это на сто метров я чё там бомбить то блин пазай сколько ракет надо чтобы дом разрушить суть другом вот смотрите стоят 22 дома и вот заходят техника военная да вот танки зашли мы типа там туда и сюда мы взяли но взять-то взяли а удержаться так как человеку надо допустим там ну даже естественно надо справить я не знаю там пожрать пошли поесть там или еще что-то в туалет сходить там я не знаю там да вообще все что он же не может танки сидеть день ну то есть вот он зашел и он вылезет но снайпер то если стоит да вот если там или кто-то его держит он на мушке по танку понятное дело стрелять смысла нету ну там броня во блин там вообще не прошибешь поэтому он стоит и стоит а дальше-то куда он денется во-вторых и танк но он стоит сейчас время холодное надо там чтобы он двигатель грелся как вы в машине вот сядьте и она вас посмотрю что с вами станет через полчаса точнее в проще могу сказать то что его же надо заправлять причем он жрет там дизель и там это пипец сколько блин грузовая машина ну подъехала фура там да допустим сколько там длиннобольщик ну нету кухню там все вот эту но во первых вообще никакой не предназначена фура в чем есть фура так дальше город блин вы представляете вот заходят колонна да вы же в незнакомом город находится ну то есть и вы не понимаете то есть вот дома они не стоят допустим вот дом у вас напротив дом здесь и так вот со стороны а кто в кого стреляет чего куда я уж молчу что в танке окошко да вы если на простой даже машине заедете и будет стрельба вы не поймете куда стрелять с какого окна по вам бой идет это только в кино ребят показывают то что его там видно там бегает там кто-то там я не знаю он прям видит сразу при этот бандит а этот не бандит не видно и простой тоже те же мирные люди они будут в окно смотреть стараться вот так вот из окна высовываться вы же не поймете там снайпер это на вас там целится или не снайпер поддержка с воздуха как она может быть в городе как я же вам говорю снаряд не может нему нельзя в квартиру попасть если попадают то вообще там просто футаку и от дома чтоб труха оставить это пока этот дом не добить до конца потому что здесь там вот по чечне знаю просто если там люди там вообще там еще на первых этажах сидят там уже все осыпалась а там стрельба идет и идет там с этого с подвала сам ган еще и пойми с этого подвала или вот с другого подвала где там просто одна гора мусора блин и другая гора мусора в кого стрелять-то там даже не видно суть не в этом я вам могу проще сказать смотреть какая фигня если вот даже вот не дай бог конечно по москве вот бомбовый удар будет да не исключаю этого момента обязательно первое во первых сразу приготовьтесь у себя дома аптечку приготовьте какие-то я не знаю еду смысла вам нету что-то готовить просто хотя бы паспорт чтобы хотя бы вас там труп а папа познали как говорится если там просто документ на квартиру смыть смыслом брать их нет если война идет если просто дом ничего не остается чего с этими документами покажет что вы там жили что ли там труха трухой пози войны это все потом заново все будете там восстанавливать это будет ел дальше поехали смотрите допустим это окна окна но лучше всего да это как вот практика показывает это вот простой изоленты как он тебя не знаю чем там скотчем блин просто вот перематываете чтобы когда если там не дай бог там на улице взрыв какой-то произошел на чтобы просто стекла не улетали по крайней мере у нас же страна то не 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 мы не не в африке живем понимаете поэтому открытыми окнами вы блин я не знаю и без отопления если там в тэц еще начнут там шарахать вообще просто будет там замерзать сидеть там с этой я не знаю там стулья жить суть другом дальше смотрите старайтесь подальше от ока находиться до своими детьми просто где-нибудь в коридоре сидеть когда вот эта вся тема происходит и не закрывайте двери потому что во первых если снаряд попали вы просто просто вот в замкнутом пространстве да и просто ну там разнесет все в куча так хоть взрывная волна она как-никак она может просто в коридор пройти это первое второе почему в это двери открыты должны быть да даже в коридор потому что не дай бог пожар или там вот это все смятение да вот вы представляете что такое ходить простой пример вы просто возьмите себя в квартире выключите свет и допустим выключите свет и вам надо быстро добежать и выбежать вот удивитесь что это не так все и легко сделать потому что человек привыкает то что даже это в своем помещении а после вот этого не дай бог взрыва когда вся мебель вот так вот будет под ногами и все в дыму и уже горит вы не вы растеряетесь вы не поймете куда бежать куда чего но и самое страшное то что почему двери должны быть открыты потому что чтобы вы могли выйти из помещения потому что перекосит все косяки дверные то есть от взрывной волны да у вас вот так вот дверь перекорежит и вы просто тупо не вышибите особенно это касается да это всех касается даже не не взрослый мужик иногда не сообразит куда бежать вообще потому что будет просто в голове представляете такой контузия контузия это просто когда а у вас голове просто как будто я не знаю там на земле находится или в уже на небесах а вам надо в этом состоянии еще что-то понимать ладно дальше пошли брен слетела память на телефоне я чуть-чуть мысль потеряла не буду сейчас пересматривать то что я хочу прям сейчас сразу до конца добить этот видос сейчас 6 12 да и это смотри какая фигня короче ничего хорошего от этого не будет понимаете одно дело когда вот вы вспомните допустим там чечню да там грозный написать там сколько-то на 40 тысяч я не помню там сколько уже точно сколько там вот это вот операция да там шла они тоже свое время там думали ельцин еще говорил думаю сейчас за два часа там туда-сюда и не помню даже был там патрушев или кто очень город выпускает на карту посмотрите же такой грозный за эти там сколько 1 чеченская компания 2 чеченская компания чем все закончилось вот так а тут города братья не знаю там когда ланта вот туда-сюда я думаю что путин пространстве на пространстве и находится то что не понимаешь местное население но тоже может оказать свое сопротивление он думает наверное что он пришел освобождать не понимает вообще он кого пришел освобождать от кого но суть другая то что блин наверное столкнулся с тем с тем он даже не ожидал понимаете но сейчас все равно вернется с небес на землю потому что я думаю сейчас вся верхушка вернется себе создали а потом все население россии вернется с небес на землю точнее не все а та часть которые смотрят телевизор вместе с этими тех уже вернулись с небес на землю потому что они уже никуда не выездные я думаю они сейчас будут до последнего биться как говорится помирают так блин давай всех туда сразу как гроб загонять вот и хотел закончить пока чем что почему они сейчас вот не могут взять там ничего да там российские войска ну потому что они не могут ничего в итоге здесь посопоставить с одной стороны там как они думали они войдут и данным с красными флажками да там как пишет интерфакс не знаю но покажите хорошо там в этом интернете ну мне скиньте скиньте ссылку где-нибудь там с красными флажками там встречают российских солдат которые просто так туда взяли там какой город-то мелитополь и они туда въехали без сопротивления а другой стороны они въехать то въехали а потом выйдут ли они оттуда или нет сейчас весь интернет забит вы посмотрите просто пипец я вот часто смотрите и жду да люди уже пишут там киев уже там бои идут то бои то идут но они не глобальные вторых но это губы я не знаю как это объяснить короче люди да у которые вот например там вот я я вот смотрю вообще по большой массе сейчас огромное количество ботов врубили просто везде просто везде они пишут просто вообще вот просто везде включили все автоботы вот эти хероты это люди которые просто вот за это за это деньги получает того что реальные люди до адекватные я думаю что они за либо они зомбированы либо они не понимают что вообще сейчас в стране происходит то есть ничего будет завтра послезавтра там или там через три через пять дней там то есть я думаю что для них это для всех будет скоро их короче вернут как-то их вернет свое время да мне то что их время вернет а представить как вот например там как вот когда сейчас вот когда кто-то переходил на сторону фашистов да там в это все в а чем потом для детей их них это все а ухнулась то вот так то есть новый смысл мы поняли еще канал хочу поддержать да вот мой любимый там sweet family это я смотрю тоже блин я зашел сегодня вот у них там одни кремлю боты блин налетели и знаете вот эту тему не поражает просто все таки а вы видели что в донбасс наших детей бомбили 8 лет ребята ну скиньте ссылку скиньте мне на канал ссылку и покажите я покажу я лично извиняюсь точнее за что я буду извиняюсь я просто всем наоборот покажу что да реально там бомбили самое главное что они не говорят даже кто бомбили я это я я пишу каждый второй комментарий там нас бомбили вы не видели что это такое кто напишите кто бомбил кто бомбил дайте ссылку вы покажите вот это все фотографии видео это будет вы поймете вот как каменный век нас бомбят но мы не можем показать кто это не можем но это не наши а наши это кто наши это не это не украина россии а я пишу люди подождите секундочку вы же донбасс вы же с украины то есть карту я же не тупой человек я открою яндекс карту сейчас да ну если это будет сейчас вот россии да там нарисовано в яндексе или в гугле что это россия я расскажу ребят новость россии ну там же вы откройте сами посмотрите просто откройте посмотрите карту мира пока еще потому что там я чувствую скоро нашего вот этого пирога знаете вот после советского союза я уже вообще ничем не удивляюсь моя страна на все меньше 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 а сейчас вообще не дай бог этот еще на кнопку нажмет